вы смотрите урок по джуму 4 меня зовут федор васильев тема урока модульные позиции джуму 4 мы с вами уже касались на протяжении прошлых уроков модульных позиций когда выводили поиск майн меню логин форум метки и так далее и теперь в этом видео более детально как вообще посмотреть какие места есть под модульные позиции потому что тот или иной модуль он у нас относится какой-то позиции позиции могут отличаться в зависимости от шаблона если у нас шаблон casio пил родной шаблон джуму то здесь позиции так скажем свои и количество позиции расположение позиции под модули свои если вы купили шаблон или скачали какой-то другой бесплатный шаблон у него название позиции модульных уже будут отличаться возможно количество модульных позиций может быть меньше или больше и расположение самих модулей но прежде чем нам решить где нам хотелось бы отобразить контент в модуле или какой-то любой другой модуль где-то на сайте нам нужно знать какие позиции на нашем шаблоне существуют и мы можем как бы посмотреть эти позиции сразу воочию как это сделать нам нужно понимать что у нас модули есть и в админской части мы можем также размещать некоторые модули тут тоже есть свои позиции шаблоне атом тот шаблон который у нас отвечает за отображение стилей дизайна админской части сайта и соответственно модульные позиции фронтальной части сайта в моем случае casio пил прежде чем начать смотреть позиции нам нужно дать возможность включить возможность просматривать данные позиции с панели управления здесь можно перейти стиле если вас такой плитки нет то вы можете перейти здесь система стиле шаблона здесь вы увидите кнопку настройки переходим сюда и здесь обязательно нужно включить вот этот ползунок просмотр позиции модулей в положении включено сохранить закрыть вот после этого мы сможем просматривать модульные позиции теперь как можно это посмотреть обращаемся в адресную строку браузера нашего домена концу адреса расставляем слэш вопрос tp равно единица вот такой небольшой параметр и нажимаем enter страница обновляется и мы с вами видим название нам нужно название и видеть где располагается эта позиция под модуль то есть вот она помечается такими видите серыми местами то есть вот эта позиция она называется tool bar мы просто можем выбрать эту позицию при создании модуля если мы хотим туда что-то разместить сейчас мы просто видим где какие позиции есть позиция меню до наше меню горизонтально выходит позиция search то что мы с вами делали сайт бар и у нас есть еще позиции внизу где мы можем какой-то контент разместить мы с вами это посмотрели и то же самое можно посмотреть в админской части сайта смотрите панель управления прямо к адресной строке тоже подставляю слэш вопрос tp равно единице здесь тоже также можно посмотреть модульной позиции верхняя эта позиция вот здесь это позиция статус здесь есть позиция title позиция кастом топ позиция меню ну вы видите и другие позиции и нам лишь останется просто выбрать что расположить что мы хотим и давайте в этом видео на примере посмотрим вы же здесь можете разместить модуль добавить отсюда нажимаем добавить и любой модуль или вы можете перейти например в меню видите везде здесь такие гонки здесь если вам нужно что-то разместить то здесь тоже вы можете выбрать а какой-то модуль из возможных здесь здесь заголовки на русском и подсказки текста если вдруг что-то отсюда вам необходимо вывести на любую страницу здесь в админской части тоже можно выводить модули давайте попробуем вот в меню я перешел например здесь мне нужно какую-то подсказку себе добавить есть популярный модуль html код на этом модуле мы можем вводить и код картинки текст такую информацию давайте выберем данный модуль заголовок напишу привет например а тут напишу слово дыма хочу например что вот этот как будто бы подсказка мне нужно разместить какой-то текст вот в этой позиции в меню в админской части и чтобы этот модуль отображался именно там где мне нужно а именно в меню то здесь нужно выбрать позицию атом это название нашего шаблона не ниже мы просто выбираем модульную позицию мы уже знаем где эта позиция может быть прокрутить надо ниже увидеть пользовательские позиции и здесь есть сыпи на позиция меню вот видите выбираем это именно позиция на страницу меню можем сохранить и мы уже увидим в работе данный модуль здесь вкладка основная дальше будут дублирующие эти опции при создании следующих и других модулей на сайте многие настройки будут повторяться то что обрабатывать плагином стоит включено можете оставить если выключить ничего не изменится в каких-то ситуациях это нужно чтобы модуль обрабатывался плагином чтобы например работала какой-то функционал в данном случае если я выключу или включу никак это не играет сейчас роли модуль все равно будет работать дополнительные параметры тоже здесь по сути вы ничего делать не будете иногда сюда нужно обратиться например кеширование какой-то динамический модуль если сайт кешируется и данный модуль не работает с кэшем в этом случае его можно выбрать чтобы он не кешировался сайтом срок кеширования тоже можно указать стиль модуля сейчас чуть позже посмотрим html тег модуля тоже можно поиграться опциями но как правило остается див из заголовок html тег заголовка h3 можно поменять от h1 до h6 потом параграф вот это п и див то есть заголовок это получается вот этот заголовок и права доступа сохранить закрыть вот мы увидим данный модуль привет заголовок и демо и я могу отсюда по шестеренке его либо снять с публикации но это не удалится а просто мы его отключим скажем так и выводиться он не будет либо нажать на редактировать если хотим внести какие-то изменения если вы хотите разместить его на панели управления просто выбираем вот здесь вот atom c-panel сохранить закрыть тогда здесь он выводиться не будет вы видите вот здесь нет переходим в панель управления и мы видим его здесь и таким образом из того что здесь вот доступно из этих модулей вы все можете использовать в админской части теперь что касается фронтальной части тоже давайте на примере html код модуль попробуем в модуль отсюда можно перейти или это у нас контент здесь есть модули сайта и модули панели управления вот эта панель управления модули сайта это модули для фронтальной части сайта переходим модули сайта нажимаем создать здесь конечно же здесь чуть побольше есть вариантов модульных позиций для фронтальной части сайта и в рамках моего курса вики поджумал 4 мы рассмотрим отсюда самое интересное в следующих видео а пока берем html код для примера заголовок тест заголовок например скроем напишем например какой-то текст и загрузим сюда какое-нибудь изображение которое у нас джумла нам предлагает вставить здесь позиция уже позиция шаблона casio pio фронтальной части сайта например это будет у нас сайт бар справа опубликовано состояние привязка здесь есть новый пункт который нужно понимать если у вас несколько страниц на сайте вы можете решить на всех ли страницах отображать либо на каких-то определенных на все кроме страницы кроме выбранных нас только на выбранных страницах появляется вот такой вот такая ветка меню то есть чем больше вас меню тем больше вот этого будет вот дерево меню и здесь просто можно нажать нет отменится видите галочки снялись не показывает нигде все показывать на всех страницах или можно вот 10 выбрать выбрать тогда отмечается галочками показывать на всех страницах которые связаны с моим меню у нас есть еще главное меню нижнее меню специальными или можно снять все отметить от показывать только на главной странице здесь все просто основные параметры тоже обрабатывать плагин да нет можно добавить фоновое изображение дополнительный параметр вот здесь все то же самое вы это видите давайте проверим сохранить здесь я убираю вот эту конструкцию которую подставляем чтобы просмотреть модуль нажимаем enter вот демо вы это видите вот этот модуль здесь я вывел в правую часть зная модульной позиции да вы можете пробовать контент разместить там где вам нужно ну и то что я уже показывал в прошлом видео в принципе но кто не видел здесь есть интересно такой стиль модуля например нет сохранить вы видите что модуль приобретает те же стили как все модули здесь в этом шаблоне но в каких-то случаях нужно отключить стили и тогда картинка становится во всю ширину по сути сайт бара без рамки и без отступов и это в любой модульной позиции так можно отключить если это нужно и заодно проверим мы же вы вывели модуль только на главной странице перейдем с вами на страницу демо вы видите что нету этого модуля вот эта вот картинка это другой модуль выводится у нас с вами вот эта картинка была то есть здесь у нас все сами работает если я перейду на другие страницы здесь тоже нет этого модуля он только выводится на главный вот он также вы должны понимать что модули например майн меню логин форм да это все можно отключить не выводить если это нужно они все у вас находится здесь бред крамс это хлебные крошки то что я считаю это нужно чтобы у вас был на сайте вот здесь у вас это показано путь от начала главной страницы до страницы открытой до где человек находится то есть модули включенных можно включать отключать производить действия дублировать в корзину то есть удалить снять публикации так далее в этом видео мы с вами разобрали лишь модульные позиции как их смотреть чтобы понять где мы можем разместить в рамках нашего шаблона те модули которые нам нужны и и Субтитры сделал DimaTorzok